Значит, это мы все с вами развлекались к положительному отбору. И, значит, рассмотрели от... Ну, все, что можно рассмотреть, значит, включая распространение полезной мутации по эстенции. А теперь давайте мы переключимся на другие. Три аспекта прямой задачи. Значит, положительный отбор, отрицательный отбор, балансирующий отбор и слабый отбор. Ведь это четыре аспекта прямой задачи. А можно теперь кратинку снова? Вернемся на некоторое время к слайдам. Значит, противоположительного отбора имеет смысл рассмотреть отрицательный, и между ними такие, так сказать, сложные взаимоотношения, поскольку положительный отбор, так сказать, это основа всей эволюции. И если бы отбор был только отрицательный, то есть благопоедствующий статус-кво, благопоедствующий частому аллелю, то, соответственно, никакой бы эволюции просто быть не могло. И более того, успешный положительный отбор, значит, доводит исходно редкий полезный аллель до высокой частоты, и, соответственно, после этого положительный отбор превращается в отрицательный. Вот. Отрицательный отбор скучный. Все, уходим из положительного отбора, глаза бы мы на него не глядели. Теперь изучаем, значит, я здесь их объединил вместе, отбор предотвращающий изменения, предотвращающий эволюцию, и отрицательный балансирующий отбор предотвращают эволюцию, но лучше их все-таки по отдельности, конечно, рассматривать. Вот. Значит, отрицательный отбор благоприятствует полезному, извините, благоприятствует частому варианту, и если дать ему волю, он что сделает? Он частый вариант зафиксирует, и редкого варианта, который хуже, просто не останется. Тем самым рассматривать отрицательный отбор сам по себе, так сказать, не рассматривая другие факторы эволюции, просто глупо. Как вы думаете, какие другие факторы эволюции имеет смысл рассмотреть совместно с отрицательным отбором, чтобы возник какой-то нетривиальный вопрос? Грумче кричите! Дрив, он, в общем-то, не поможет сам по себе, потому что, ну, что может получиться? Если у меня слабый отрицательный отбор, то дрив его может пересубить, ну, и тогда зафиксируется слабо вредная аллель, и на этом тоже все кончится. Чтобы возник биологически интересный вопрос, надо рассматривать отрицательный отбор вместе с мутациями, ну, в контексте отрицательного отбора с вредными мутациями. Если частый аллель хороший, что является определением отрицательного отбора, то тогда, значит, мутации, соответственно, будут вредными. И мы тем самым приходим к славному и замечательному равновесию мутации отбора, равновесию между вредными мутациями и отрицательным отбором. Вот давайте мы эту задачу сейчас и изучим. Это, безусловно, исключительно важный аспект микроэволюции, точнее, не микроэволюции, а популяционной генетики. Я уже вам говорю про парадигму четверякового-добрянского. что все эти вредные мутации, которыми набиты природные популяции, напрямую в макроэволюции большая роль не играют. Но на самом деле они могут играть очень важную и косвенную роль, потому что по некоторым представлениям некоторые макросвойства популяции, в частности, половое размножение, являются эволюционным ответом на давление мутационного процесса. Впрочем, никто не знает, так ли это. На самом деле, ничего к тому не знает. Так, хорошо. Значит, давайте мы начнем с рассмотрения одного локуса, как обычно. Но теперь у нас, значит, в этом локусе есть... Что-то я повадился на доске рисовать. Я вообще терпеть не люблю всякие слайды. Но как-то с котами привык. Так. Значит, это описание, какие ужасные бывают вредные мутации. Давайте мы проще напишем. Здесь можно по-разному это вывести. Значит, у меня один локус с аллелями А большой, это хороший аллеля, маленький, плохой. Поскольку аллеля маленький, плохой, мы будем считать, что он всегда редкий. И поэтому обратными мутациями можно пренебречь. Мутации из хорошего в плохую со скоростью мё. А приспособленности у них единица, а это единица минус s. Это коэффициент отбора против вредного редкого аллеля А маленькая. Это s. И, соответственно, этот аллель пропал бы из популяции, если бы его не создавал мутационный процесс постоянно. Замечательно. Можно по-разному об этом думать. Но давайте введём... Собственно, мы уже это сделали. Значит, история этого вопроса очень интересная. Первый рассмотрел равновесие между вредными мутациями и отрицательным отбором дядя, которого звали Чарльз Дэнфорс, аж в 1918 году. И потом его забыли и вспомнил о нём только Мёллера в 1948 году. А подход Дэнфорса был очень интуитивный. Я более-менее буду этому подходу следовать. Как перевести на русский язык слово per-raiserness? Но даже не в слове дела. Мы с вами разбирали вопрос о том, с какой вероятностью возникшая полезная мутация не сдохнет на больших временах асимптотические. А если мутация вредная, она, конечно, рано или поздно сдохнет. Но вопрос вот какой. Каково ожидаемое число копий вредной мутации? Вот возник один вредный мутантный аллель. И он может сразу сдохнуть, а может он дать пятерых потомков, которые потом все сдохнут. Так вот, каково общее ожидаемое число копий вредного мутантного аллеля, которые будут присутствовать в популяции во всех поколениях до того, как последний из потомков этого аллеля не сдохнет? Вот каким словом назвать это ожидаемое число копий? По-английски говорят per-raiserness этого мутантного аллеля. Как по-русски сказать? Давайте введем термин. Я же хвастался, что термин воравнивание придумал я. Перевод alignment. Ну, точнее, мы с Михаилом Абрамовичем Оридбеком его придумали в 1981 году, потому что слово alignment было, а слово воравнивание не было. Вот. Давайте придумаем еще один хороший термин. Еще раз. Возник мутантный вредный аллеля. Разно или поздно все его копии сдохнут. Но есть какое-то ожидаемое число этих копий, которые, значит, вот будут до того, как они все сдохнут. Как назвать это ожидаемое число? Меры временного успеха. Ну, одно слово какое-нибудь. Живучесть. Живучесть – это неплохо. Но живучесть... Хорошо, но если никто лучше не предложит, пускай будет живучесть. Злоедаючесть. Хорошо, пускай будет живучесть. Так вот, значит, если у меня... Давайте текучесть лучше. Как? Текучесть. Текучесть. Ну, почему текучесть? Почему текучесть? Текучесть совсем, он никуда не течет. А что текучесть? Я вообще могу на английский перейти? Как это... Я когда получал вид на жительство в Америке, то они никак не могли мы фамилию написать. Они хотели писать почему-то по-французски через ЦРАШ, а я говорил, что я не Кондрячев и Кондряшов. И тогда чиновница очень возмущалась и сказала, что если у вас такая сложная фамилия, вы пойдите в суд и поменяйте ваше имя на Сэм Джонс. У вас никогда в жизни не будет проблем. И мне эта мысль ужасно понравилась. Я потом поеду в Москву и скажу, hello, my name is Sam Jones. Как это... И посмотрю, как все понравится. Так вот, по-русски мы можем как-нибудь это число назвать? Хорошо, но хрен с ним, пока, значит, за неимением лучшего будет живучесть. Так, значит, если живучесть, мы назовем ее все-таки не буквой Ж, а буквой П, слово первой, значит, это будет живучесть. Если живучесть этого аллеля, мутантового аллеля мы назовем буквой П, то ежику понятно, что равновесная частота мутантового аллеля будет мю умножить на П, правильно? Мюет скорость мутации, и в скольких копиях каждая мутация существует, прежде чем она сдохнет, это П. Значит, равновесная частота будет... Равновесная частота будет скорость мутации умножить на живучесть. А давайте посчитаем живучесть. Значит, как посчитать живучесть? Это сколько копий будет в первом поколении? В первом поколении одна копия. А какое ожидаемое число копий во втором поколении? единица минус s. Это первое поколение, это второе. А какое ожидаемое число копий в следующем поколении? Единица минус s квадрат. И так далее. И эта сумма, это сумма геометрической прогрессии, которая равняется единице на s. Поэтому живучесть мутантного аллеля, то есть ожидаемое число копий, прежде чем он весь пропадет, против которого действует отборская цена минус, равняется единица на s. А в частности, если у меня мутантный аллель нейтрален, то есть s равно нулю, то его живучесть оказывается бесконечность. Понятно почему. Если он нейтрален, то в каждом следующем поколении мы ожидаем его ровно одну копию. Поскольку нейтральный аллель не подвержен отбору, подвержен только дарифу, а дариф честный. Он на средний не влияет. Поэтому труб будет плюс один, плюс один, плюс один и так далее. Это значит прогрессия 1, плюс один, плюс один, плюс один расходится. Но при любом отборе, значит, получается единица на s. Тем самым мы вывели потрясающую формулу. Равновесная частота мутантного аллеля есть μ поделить на s. Ну, нехитрая мысль. Она тем больше, чем выше скорость мутации, тем меньше, чем сильнее против нее действует отбор. А теперь давайте мы посчитаем среднюю приспособленность этой популяции. Средняя приспособленность популяции, значит, в ней с приспособленностью единица присутствует генотипа большое, частота которого единица поделит минус μ на s. Из приспособленности, приспособленность единицы минус s имеется у генотипа маленькая, которого частота му поделит на s. Какая будет средняя приспособленность? Единица минус μ на s плюс μ на s минус μ. То есть, по сравнению с максимальной приспособленностью единица, средняя приспособленность снижена на μ. Или мы можем это записать так. Груз, то есть, относительное снижение средней приспособленности, в данном случае мы его называем мутационным грузом, потому что снижение приспособленности возникает из-за мутации. Вот такой замечательный результат мы получили из ничего. Снижение приспособленности средней популяции за счет вредных мутаций, в равновесии между вредными мутациями и отрицательным отбором, зависит от скорости мутации, просто равно скорости мутации, и вовсе никак не зависит от силы отбора. То есть, у меня могут быть мутации ужасно вредные, а могут быть очень слабо вредные. И груз всегда один и тот же. Эта формула, этот результат называется принцип Халдейна-Мюллера. И иногда его формулируют как одна мутация, одна генетическая смерть. Понятно, почему это так. Для индивидуума, конечно, лучше нести слабо вредные мутации, чем летальная мутация. Но на популяционном уровне равновесная частота летальных мутаций будет низкая, равновесная частота слабо вредных мутаций будет высокая. И, соответственно, равновесное снижение средней предпособности популяции ровно одно и то же. Можно об этом думать, как задача с бассейнами. В одну трубу втекает, а с другой вытекает. И вытекать должно ровно с той же скоростью, с которой втекает. И поэтому груз равен скорости мутации. Это принцип Халдейна-Мюллера, который был открыт в конце 30-х годов и произвел на ученых большое впечатление. Потому что все думали, ну, летальные мутации должны быть вреднее, слабо вредных. И ничего подобного, зависит только от скорости мутации. Но, конечно, этот принцип имеет очень ограниченное применение. И мы сейчас будем в основном говорить о его нарушениях. Но это такой полезный принцип, что в качестве отправного пункта его полезно использовать. Пока у нас не было ничего, кроме мутации и отбора. Опять-таки, всегда, когда вы изучаете микроэволюционную теорию, очень полезно думать о том, какие факторы вы учитываете, какие вы не учитываете. Пока мы учитывали только мутации и отбор. А давайте теперь учтем еще и половое измножение, но даже не все половое измножение, а только то, что происходит в одном локусе, то есть мендельскую сегрегацию. И рассмотрим отбор на диплоидной фазе. Мы уже писали соответствующее равнение. Вот пускай у меня отбор происходит среди диплоидов. Как вы думаете, может быть ситуация, в которой принцип Халдейна-Мюллера нарушается? Если отбор происходит среди диплоидов. Значит, вот у меня теперь не А большое, а маленькое. Мутация у меня по-прежнему происходит из Алеля, А большое, Валеля маленькая. Но отбор у меня действует на диплоидные генотипы. В каком случае можно интуитивно ожидать, что принцип «одна мутация, одна генетическая смерть» не будет работать? Давайте вот нарисуем здесь приспособленности. Там у меня три генотипа. А здесь их, наверное, W. Если амалая доминантная леталь, то есть этот живет, а эти оба не живут. Как раз все будет хорошо работать, потому что... А если наоборот, то есть если амалая рецессивная? Не обязательно летальная, но давайте летальная. Эти живут, а если ты гомозигота по нормальному аллелю, ты по определению хороший. Если ты гетерезигота, то ты тоже хороший, потому что мы считаем, что плохой аллелю или рецессивный. А если ты гомозигота по-плохому, то у тебя приспособление снижено. Можешь что-нибудь написать, как будет выглядеть в случае полной рецессивности вредного и, соответственно, полной доминантости нормального. Л будет равно не мю, а чему? Тут все очень просто, при полной рецессивности. Принцип Халдейна-Мерлера – это одна генетическая смерть уносит одну мутацию. А здесь одна генетическая смерть уносит сколько мутаций? Пять. Нет, не пять, это я говорю. Сколько? Ну, коллеги, это гомозигота. Две. И поэтому при отборе на диплоидной фазе половой популяции, при полной рецессивности вредного мутации, не обязательно, чтобы там было летать, можно быть вот такой вот. Можно вот такой вот. Здесь появляется двойка. Генетический грукс равен ровно половине скорой ручной мутации, поскольку одна генетическая смерть уносит две мутации. Все в секре эту глубокую мутацию? Вот. И это понял дедушка Мерлер в 1950 году. Это классическая статья «Наш груз мутации» – «Our Lord of Mutation». Замечательная совершенно статья. Вообще, Мерлер – это один из… Вообще, это грустная история. Во всякой науке нужно пройти вовремя. Ты вкалываешь, вкалываешь всю жизнь. Там пишешь кучу статей, там всякие херст-факторы набираешь. А кто тебя будет чертам собачьим помнить через сто лет? Да никто. А если ты занялся наукой в нужное время, то тебя будет помнить всегда, потому что ты закладываешь основы. Вот дедушка Фишер. Есть теорема Фишера, есть модель Фишера-Мерлера, есть принцип фишеровских внуков, Grand Son Argument. Еще есть куча всего, я сейчас ходу не соображу. Есть рейтфишерская популяция. Или Халдейн. Есть решето Халдейна, есть правила Халдейна, есть дилемма Халдейна, есть принцип Халдейна Мерлера. Или Мерлер. Есть храповик Мерлера, есть несовместимости Добжанского Мерлера, есть… Еще кучу всего, я сейчас не соображу. В общем, была женщина, кто посетил все мир в его минуты роковые. И Мерлер в этом смысле повезло, и, соответственно, он по полной программе оттягивался. В частности, да, он же помимо всяких теоретических вещей открыл мутагенное действие радиации, когда я работал в Техасе. И в 26-м, по-моему, году он сделал эксперименты. В Техасском университете стоит на выставке рентгеновская, значит, трубка, при помощи которой Мерлер сделал это открытие, опубликованное в 28-м году, за которое он в 46-м году получил Нобелевскую премию. И там, так сказать, такие вот стенд, там все написано, вот великий Мерлер здесь, значит, вот делал такое открытие. А что-то мне написано, то, что его через два года выгнали из Техасского университета, потому что он был коммуняка. А законодательное собрание штата Техас потребовало всех профессоров, чтобы они сказали, что коммунизм это плохо. А Мерлер сказал, что он очень большой коммунист, и такого говорить не будет. Его уволили с работы. Даже вот путинский режим пока еще не требует профессоров МГУ, чтобы они кричали, что там капитализм это хорошо. В Техасе была такая демократия в 30-м году. И все было очень серьезно, и Мерлер просто совершил самоубийство, нарезался таблеток. Но его откачали. И тогда он задумался, как ему жить дальше. Вот если бы вы были коммунистом, вас бы уволили с работы в Техасе, и потом бы откачали после самоубийства. Что бы вы сделали в 32-м году? Он поехал в Россию, да, ничего умнее идет не придумал. Значит, он поехал в Россию, и поехавший в Россию три года жил очень хорошо и занимался генетикой. И настолько обогзел, что написал Сталину письмо о том, что очень было бы хорошо в России всех русских женщин до полтора от спермы Нобелевских лауреатов. Письмо это, про него давно ходили слухи, но его в президентском архиве откопали там только лет 20 назад. Оно сейчас опубликовано по-русски и по-английски. Совершенно омерзительная, омерзительная коммунистическая демагогия. Слава тебе, Господи, что Сталин, так сказать, возненавидел генетику, и вместо того, чтобы насиловать русских женщин, вместо этого стала царливать генетиков. То есть, лучше бы он не делал ни того, ни другого, но представить себе, так сказать, масштаб нарушений прав человека, который был бы, если бы Сталину в Тридею понравилось, даже как-то трудно себе представить. Вот. После чего Мюллер еле-еле отсюда сбежал. Значит, но сбежал таки. Поехал сначала в Испанию, значит, бороться с фашистами, а из Испании уже, значит, рванул в Эдинбург. Вот. И дальше он оказался в идиотской ситуации, потому что он, значит, ненавидел коммунизм, лютонин, если к этому моменту, ну, потому что его учеников Корпеченко, Левит, так сказать, люди, которые с ним работали, значит, их, значит, просто расстреляли тупо. Значит, вот. И, соответственно, он совершенно не любил никаких коммунистов, уже больше. А когда он вернулся в Америку, мы сказали, ну, этот коммуняк, значит, еще, соответственно, поработал в Советском Союзе, но ясно, что это за гусь. Вот. Ну, впрочем, никакой уголовки мы не шили, но, в общем, работу он получил сразу после того, как получил Нобелевскую премию, поставленную работу. Так что, если у вас есть проблемы с получением работы, то очень все просто. Вы получаете Нобелевскую премию, и вам, значит, и находится работа. Был им этот момент 56 лет. В 46-м году он получил Нобелевскую премию и стал полным профессором в университете Индианы. В университете Индианы, да, а в университете Индианы ровно на той кафедре, на которой служил Мерлер, служит, Майкл Линч, который сюда поедет и будет здесь геройствовать с 29 по 31 мая. И если кому охота, то с ним можно будет пообщаться, он пойдет в нашу лабораторию и пообсуждать, значит, эволюционную науку. Он очень такой известный человек, ну, и вот, в общем, он очень интересный человек. С ним общаешься, и он не производит впечатления очень умного. Там вот, когда общаюсь с Чарль-Лорсом, то сразу видно, что, так сказать, ну, я общаюсь там, я считаю себя достаточно умным, но там есть, было на свете несколько людей, общаясь с которыми, сразу понимаю, что человек умнее меня. Вот Чарль-Лорс – это один из них. А общаясь с Ничем, я совершенно не чувствую, что он умнее меня. Скорее, наоборот. Но, тем не менее, он внес огромный вклад в науку, потому что он вкалывает, как папа Карла. В частности, он написал с авторством с Борисом Волшем книгу на 700 страниц про генетику количественных признаков. Это самая ужасная область теоретической генетики. И он, они там ее 15 лет писали и взяли и написали. Всем хотелось, а вот написали только они. Так что, значит, Линч с той же самой кафедры, где последние 20 лет своей жизни провел дедушка Мюллер, здесь будет 30-го числа. Еще мы не договорились, когда он к нам пойдет, но, значит, по легенде, он просто сюда пойдет и, значит, с ним можно будет обсуждать эволюционную науку. Либо послушать, как другие обсуждают. Вот. А дедушка Мюллер, значит, вот в 46-м году наконец обрел упокоение в этой Индиане в скучном городишке Блумингтон и в 64-м году, будучи уже 74-х лет от рода, опубликовал свою последнюю фундаментальную работу в Мюллер-Свече, так называемой. Это замечательный популяционный генетический феномен. Он просто придумал, так сказать, методом размышления. И в 66-м году, в возрасте, 76 лет, померл. Такая вот была яркая личность. Так, это я вам рассказал к чему, к тому, что это нарушение принципа Холдейна-Мюллера. Значит, это нарушение, связанное, опять-таки, с эпистазом внутрилокусным, потому что рецессивность это внутрилокусный эпистаз. А давайте представим себе, как принцип Холдейна-Мюллера может нарушаться за счет эпистаза межлокусного. Ответ, он может нарушаться ужасно. вот пускай это число мутаций плохих, а это, опять-таки, приспособленности. И представим себе, что у меня имеет место вот такой вот отбор, или что-то в этом роде. В общем, имеет место сужающая эпистаза. Если вы еще помните, что было на прошлой неделе, то есть вторая производная логарифма функции приспособленности отрицательная, что в данном случае означает, что каждая последовательная вредная мутация, каждая последующая вредная мутация приводит к большему падению относительной приспособленности. Но это предельный случай, а там что-нибудь вот такое вот. Случай отсутствия эпистаза это экспонициальное падение. Так вот, если у меня имеет место сужающая эпистаз, то есть вредные мутации усиливают действия друг друга, то что может получиться? Вот у меня, ну, представим себе такую ситуацию, что там у половины особей ниже критического числа мутаций, а у половины больше. И вот эти вот все дохнут. Если у меня эта критическая точка 100, то одна генетическая смерть у меня уносит больше 100 вредных аллелей из популяции. И тем самым груз может быть там меньше одной сотой скорости мутирования. И тем самым вот принцип Халдейна-Мюллера в общем ничего не остается. Так что принцип Халдейна-Мюллера работает, если нет эпистаза, если отбор элиминирует вредные мутации, так сказать, как это one by one, так сказать, независимо, разное независимо. А если он их собирает вот такими вот группами и мочит тебя, только если у тебя слишком много, слишком велико общее число вредных мутаций, тогда принцип Халдейна-Мюллера совсем не работает. Замечательный вопрос, как оно устроено в природе. И это один из фундаментальных эмпирических вопросов микроэволюционных студий, а как ясно ответить на него очень трудно, потому что и число мутаций померить трудно, и приспособность померить очень трудно, меня интересует вторая производная логарифма вот этой вот функции. Когда ни Х, ни У так просто не померить, что померить какая там вторая производная логарифма функции, как это У равняется Ф от Х, это очень трудно. Но это на самом деле совершенно один из фундаментальных нерешенных вопросов. Вот. Значит, это я вам рассказал про равновесие о мутации отбор. Да, вот это уже было, да, это было. Да. Давайте я вам расскажу в качестве примечания идиотскую историю. Все говорим равновесие мутации отбора, подразумевая, что, значит, когда мутации тебя портят, отбор тебя, значит, очищает, туда будет дактировать какое-то равновесие. Это почти всегда так, но не всегда. При некоторых значениях параметров в половых популяциях с частичным самоблодотворением никакого равновесия не возникает, возникает предельный цикл. Этот факт был открыт моей аспиранткой Шаропейян совершенно случайно. Она захотела к своим экспериментальным главам диссертации еще добавить теоретического. Я ей сказал, вот тебе модель, ты ее исследуй, честно, и исследуй параметр равновесия. И она ко мне приходит и чуть не плачет, говорит, и я, говорит, уже 4 часа жду, а она с равновесием не сходится. Я говорю, что, что дурно, не умеешь программировать, поди, подчини свою программу. В общем, она долго мучилась и выяснила, что там нет никакого равновесия, популяция циклится. А предельные циклы в эволюционной генетике очень редки. Я вам уже говорил почему. Потому что отбор этот тупой фактор, который наиболее приспособленный выживает, а все остальные дохнут. И чтобы получалась какая-то бесконечная движуха, надо, чтобы адаптивный ландшафт все время менялся. Например, под действием той же самой популяции. Вот те, которые делаются, которые хорошие, они делаются частыми, а раз ли ты частый, то ты там выдаешь свой ресурс, и ты уже больше не такой хороший. И тогда можно придумать всякие модели, я думаю, не очень реалистичные, когда популяция циклится. Но вот здесь при совершенно постоянном отборе, при взаимодействии самоволтворения и вредных мутаций возможны циклы. При очень высоких скоростях мутирования, видимо, таких скоростей мутирования не бывает. А человек знает, а может быть и бывает. Это мы опубликовали, но поскольку никто в циклы в микроэволюционных моделях не верит, то никто на эту статью не ссылается. А потом найдут ситуации, когда параметры таковы, что цикл возникает, и вот тут-то они поплачут. Так, я рассказал все, что хотел про отрицательный отбор. Вы просветились? Хорошо, тогда давайте поговорим про балансирующий отбор. Балансирующий отбор, как это, это объект моей любви и ненависти. Сейчас уже больше ненависти, поскольку с любви прошло 35 лет, это большой церкви. Любовь прошла, заверили помидоры, и даже ненависть прошла. В общем, он не безразличен. А сначала я его долго любил, а потом еще дольше ненавидал. И сейчас я вам объясню, почему. Значит, ученые долгое время пытались пытались убедить себя и окружающих в том, что популяции устроены очень сложно, что это интересный с точки зрения динамической теории объект. а как они могут быть интересны? отрицательный отбор вообще тоска зеленая. Вредные мутации возникают, их мочат. Положительный отбор, но тоже он динамический не очень интересен, потому что возникают полезные мутации, они фиксируются. там интересные параметры этого процесса, но с точки зрения теории динамических систем, что там интересного? А вот балансирующий отбор это сила, там могут возникать циклы, альтернативная равновесие, и хрен знает что. И почему-то до сих пор отголоски этого дела в стандартных учебниках живут. Почему-то этот идиотский балансирующий отбор был ужасно популярен. Ну, нет, понятно, почему он был популярен. Он особенно стал популярен в 60-е годы, мы с вами уже это обсуждали, когда экспериментально было показано, что изменчивость природных популяций огромная, и все сразу стали орать, что это изменчивость поддерживает отбор. А какой отбор поддерживает изменчивость? Балансирующий. Балансирующий отбор это отбор, который любит тебя, если ты редкий. Отрицательный отбор любит аллель, который в данном случае редкий. Извините, положительный любит, который редкий, но потом, когда этот аллель станет частым, он его будет продолжать любить. Отрицательный отбор любит аллель, который и частый сейчас. Значит, положительный отбор, завершив свое дело, делается отрицательным. А балансирующий отбор, он тебя любит за то, что ты редкий. Вот. И ясно, что это ситуация, это единственная ситуация, которая может поддерживать изменчивость. То есть, по определению, чтобы изменчивость активно поддерживалась, нужно, чтобы отбор любил того, кто в данный момент редкий. И вот тогда аллели разные будут существовать. И 90% усилий о популяционно-генетической теории до где-нибудь там 75-80-го года были направлены на изучение балансирующего отбора. И когда дедушка Кимура сказал, что нам не нужен никакой балансирующий отбор, чтобы объяснить этот огромный уровень изменчивости, эта изменчивость может быть частично нейтральной, частично вредной, а частично полезной. Вот мы видим полезные аллели еще, так сказать, до того, как они зафиксировались. Все на него набросились, как шакалы, стали кричать, что это скотство. И вся эта изменчивость поддерживается балансирующим отбором. И я в это верил, и тогда я его любил. И читал все эти статьи, и даже пытался заниматься им. Хотя среди моих ученых результатов ни одного стоящего внимания результата про балансирующий отбор нет. А потом я его возненавидел, потому что я понял, что мне вешали на уши лапшу. Кто как. Люди бывают разные, но я единственное, что в жизни не прощаю, это когда мне вешают на уши лапшу. Но я прощаю, когда проходит 40 лет, думаю, ну хэ, сами. Хотя на самом деле самое будет интересное, если окажется, что лапшу никто на уши не вешал, а балансирующий отбор действительно важен. Давайте еще... Я сейчас вот о чем думаю. Есть некая совсем-совсем стандартная задача, мы уже начали ее писать, которую я не планировал сегодня рассказывать. Но с другой стороны, значит, у меня в обязательной программе... Вообще мы, как ни странно, успеваем. Значит, в моей обязательной программе осталось только прямое уравнение Калмогогова, значит, вот распределение с нулевым потоком вероятности. И вся эта наука, вот она здесь написана. Но еще я думаю рассказать модель сверхдоминирования. Она плоха тем, что, видимо, она никакого отношения к реальности не имеет. А хороша она тем, что с нее началась вся популяционная генетическая теория. А хотите модель сверхдоминирования или хрен с ней? Ее можно рассказать на разном уровне серьезности, так сказать. Как это вот взятие там ужасных производных, они очень простые, но вот такой вот величины. И до, так сказать, просто... Ну, давайте посмотрим. Так, кто совсем не хочет модель сверхдоминирования? Просто одномусельная модель сверхдоминирования вызывает отвращение. Так, а кто ужасно хочет модель сверхдоминирования? Так, я вас довел до состояния, когда вы готовы уже на все. Хорошо? Тогда давайте посмотрим, что получится. Так, значит... Ну, давайте еще три минуты поговорим про биологию. Значит, балансирующий отбор в широком смысле, когда редкому аллелю делается лучше. Просто по той причине, что он редкий. Как часто такое бывает? Ученые на самом деле не знают. Но давайте подумаем о механизмах. Механизмов балансирующего отбора может быть много, а простейший механизм просто разные ресурсы. Вот с аллелем о большой ты ешь яблоки, а с аллелем о маленькой ты ешь груши. А ты там, это червяк какой-то. И там в саду половина яблонь, половина груш. Значит, соответственно, если о больших делается много, то все яблоки сожраны, а груш избыток. И лучше быть о маленьком. И наоборот. Но это так может любой дурак. Это понятно. А есть другая ситуация, которая долгое время... Я вот не знаю. Но вы уже, не знаю, детям рассказывают какие-то порнографические сказки. Но вы уже не маленькие, это все-таки не порнографическая сказка. Потому что вообще бы не знать бы про это, про все. Не знаю, вот рассказывать или нет. Потому что в течение долгого времени люди думали, что это вообще суть всей науки. А микроэволюции, балансирующие отборы. Я думаю, что он не важен. Но с того вот доказательства нет. Что он не важен. Сейчас недавно вышла статья, где утверждается, что он очень важен. Я, когда статья вышла, сразу сказал, что это вранье. И сейчас Шамиль Рашид Синяев мне сообщил, что, по мнению бостонских интеллектуалов, это таки да вранье. Но статья в Саенс вышла. Как это нигде-нибудь. Давайте я вам немножко расскажу, но вы не принимайте это слишком близко к сердцу. Потому что положительный отбор и отрицательный отбор, они безусловно важны. А то, что я вам сейчас рассказываю, я боюсь, что это к горельности имеет малое отношение. Тем не менее, вот здесь нарисована картина, которую называют сверхдерминирование. Значит, вопрос опять-таки тот же самый. У меня отбор действует на диплоидной фазе полового жизненного цикла. Но мы рассматриваем пока только один локус. То есть, это модель отбор и мендельское расщепление. И сверхдерминированием не очень удачно, но термин устоявшийся, называют ситуацию, в которой приспособность гетерозигота выше приспособленности обеих гомозигот. И если жизнь устроена таким образом, ну, ясно, что это жестокий эпистаз. Опять-таки, отсутствие эпистаза – это когда приспособленность гетерозигота есть средне-геометрическая между приспособленностями гомозигот. А здесь вообще даже монотонности нет. Это жестокий, да, это знаковый эпистаз. Потому что если у меня от мамки аллель амаленькая, то от папки лучше мне иметь абольшое. А если у меня от мамки абольшое, то от папки лучше иметь амаленькое, чтобы стать гетерозиготой. То есть, это случай знакового эпистаза. Не просто эпистаза, а не монотонного эпистаза, а знакового эпистаза. И в этом случае у меня, в случае с сверхдоминированием, если здесь вверх, здесь максимум, у меня действует балансирующий отбор. Можете объяснить почему? Если гетерозегота лучше обеих гомозегот, то поддерживается пелеморфизм. Почему? Потому что они будут, как правило, не тренироваться. Почему они будут, как правило, не тренироваться? Потому что скрещиваются, а малые будут тренироваться. То есть из-за Харди Вайнберга. Да, конечно. Здесь ключевое слово Харди Вайнберг. Если аллель редкий, то поскольку частота гомозеготы есть квадрат, то редкий аллель представлен в основном в гетерозеготе. Что вы, собственно, и сказали. И поэтому, если гетерозегота лучше обеих гомозегот, то приспособленность редкого аллеля выше. Я сам придумал это объяснение и сообщил его дедушке Харову 25 лет назад, очень гордый собой. Потому что в учебниках пишут всякую чушь, что популяции выгодно иметь оба аллеля, поскольку гетерозегота имеет наиболее высокую приспособленность. То есть, рассуждение о выгодности для популяции не имеет никакого смысла. Надо понять, почему редкий аллель получает преимущество. Вот потому, что редкий аллель в основном представлен гетерозеготами. Дедушка Харову сказал, что он очень рад моему острауму, что он уже 40 лет использует ровно ту же логику в преподавании. Вот. Значит, какие вам известны примеры, преимущества гетерозегота? Цепровидная клеточная анемия. Один знаменитый пример. Если у тебя нормальный гемоглобин, то ты более подвержен мулярии, а если ты гомозеготопрексипровидная клеточная анемия, то это совсем плохо. А если ты гетерозегот, то это существенно лучше. Есть забавный прикол. Вот этот вот серпровидно-клеточный гемоглобин возникал у человека 4 раза независимо. И один из этих аллелей относительно менее вредный. Потому что там рядом есть гемоглобин эпсилон, который эмбриональный. И в одном из этих аллелей синтез гемоглобина эмбрионального не полностью прекращается у взрослых. И поэтому, если ты гомозеготопрексипровидная клеточная анемия, у тебя сколько-то эмбрионального гемоглобина есть, а ты на нем как-то можешь жить. Значит, эмбриональный клеточный анемия. И еще часто думают про преимущество гетерозегот, когда видят распространенную болезнь рецессивную. Ну вот, среди евреев и фашкеназия распространены лизосомные болезни, сейчас это болезнь Тейсакса. И никто не знает почему, но гипотеза, что поскольку европейские евреи жили в гетто столетиями, основным фактором инфекции был туберкулез. А якобы эти поломки лизосомные в гетерозеготе дают какую-то защиту от туберкулеза. А среди северных европейцев, не евреев, а немцев, и скандинавов, и славян распространен муковисцидоз. Опять-таки, в гомозеготе это очень плохо, а в гетерозеготе якобы тоже эта мутация от чего-то защищает. Так что, может быть, в локальных популяциях относительно высокие частоты аллелей, которые в гомозеготе совсем плохие, возможно, связаны с небольшим преимуществом этих аллелей в гетерозеготе. Вот. Но это все все-таки очень редкие вещи. А как вообще обнаруживать ситуации, когда действует балансирующий отбор? Ну, мы об этом поговорим, когда будем говорить об обратной задаче более подробно, но два слова. Если действует долго хороший, мощный балансирующий отбор, то мы в родственных видах будем видеть одни и те же полиморфизмы, правильно? Вот есть полиморфизма, большое, а маленькое, в каком-то локусе, мы увидим у человека и у шимпанзе. Если мы такое увидим, мы радостно закричим, во, балансирующий отбор со времен общего предка поддерживает тот же самый полиморфизм. И на эту тему была замечательная история. Знаете, есть такая горькая фигурина под названием фенилтирокарбамид, которая, значит, примерно четверть людей, для четверти людей она очень горькая, для половины она умеренно горькая, это гетерозеготая. Вот я гетерозегот. А для половины она безвкусная, потому что рецепторы, которые, значит, воспринимают эту вещь как горечь, просто сломаны. И еще в 30-е годы в каком-то зоопарке, значит, шимпанзе стали давать апельсиновый сок, значит, с этой хреновиной. И выяснилось, что три четверти шимпанзе тебе выплескают в морду, а одна четверть его, значит, пьют. И дедушка Фишер сказал, вот, ребята, это балансированный полиморфизм, который, балансирующий отбор преимущества гетерозегот, поддерживает с времен общего предка человека и шимпанза. Хренто, когда его 10 лет назад рассеквенировали, оказалось, что поломанная аллель у человека и у шимпанза поломана совершенно по-разному. То есть, этот полиморфизм вредник независимо. Паретковым нормальным состоянием является способность чувствовать эту горечь, а поломка, которая, значит, сделала нечувствительная аллель, в человеке и шимпанзе возникла независимо. И у общего предка никакого полиморфизма там не было. А вот статья, которая возникла недавно, да есть один надежный, безусловный пример сбалансированного полиморфизма, который мы тащим со времен, значит, общего предка шимпанза. Это связанное с иммунитетом, то, что называется MHS, Major Compatibility Complex. Но гистосовместимость, это когда ты трансплантацию делаешь, проводят, так сказать, никто трансплантацию не делает, значит, эта вещь отвечает за иммунный ответ. И там много есть аллелей. Как мы видим полиморфизм, так сказать, вот такой трансспецифический. Аллеля большой обезьяны ближе к аллелию большого человека, чем к аллелию маленькой обезьяны. И вот в этом самом комплексе гистосовместимости, безусловно, есть немалое количество вот таких вот аллелей, которые, значит, в человеческой популяции, которые имеют близких аналогов у обезьяны. Я в прошлом году выступал в каком-то богословском институте здесь, в Москве. Вообще, грустная картина. Я когда начинал преподавать в Америке эволюционную биологию, это был 93-й год, я первый раз читал большой курс. У меня был специальный слайд, что если ваши религиозные убеждения противоречат эволюционной биологии, то вы можете не бояться того, что, значит, профессор Кондрашов будет вас преследовать. Потому что профессор Кондрашов вырос при коммунизме и терпеть не может, когда людей преследуют за их даже самые дурацкие убеждения. Поэтому вы должны все выучить и все понимать, иначе вы получите кол. Но что вы при этом думаете в своей душе, это профессора Кондрашова не касается. И вы должны все понимать, но вы при этом можете сказать профессору Кондрашову, что он будет гореть в аду, и земля плоская, и так далее, и ваша оценка из этого снижена не будет. И я показывал такой слайд, ну, так сказать, без долгих комментариев, но он у меня в первой лекции был. И это было существенно. Потом ко мне там приходили девочки, говорили спасибо, вот там меня учили в католической школе, и вот там мне очень страшно, а вот теперь я почувствовал себя, значит, вот там, что меня не будут обижать. Я гладил по голове, говорил, что ни квадратное, ни квадратное, и, значит, никто обижать тебя здесь не будет. Я действительно никого не обижался, потому что я действительно не люблю, когда людей обижают за их идиотские убеждения. Вот. А сейчас, последние пять лет, я этот слайд больше не показывал, потому что я, когда на него показываю, студенты не обижаются и говорят, что, типа, так сказать, почему ты нас считаешь за идиотов, какие человек, которые матери, коррекционисты. То есть, Америка прогрессирует, что там 25 лет назад вообще была, так сказать, совсем дикая сторона, как сейчас понимаю, а сейчас она стала нормальной. А здесь процесс обратный, видимо, происходит, хотя я надеюсь, что студентов ОББ он еще не затронул, но там через 10 лет уже я, наверное, буду здесь с извинениями говорить, что вот, извините, ребята, вот, человек произошел, вот, обезьяна, только не обижайтесь там и не стучите на меня в КГБ. Вот. Значит, а к чему я стал в этой душеиздирающейся? А! Так выступал я здесь в каком-то богословском институте, и там прогрессивные такие батюшки, которые, согласно, что человек произошел от обезьяны, но вот все-таки были Адам и Ева. Я их троллил неандертальцами, спрашивал Адам и Ева, выливавшими предками неандертальцев или нет, и как вообще получалось, вот, скрещивались потомки Адама с какими-то неандертальцами. А главное, аллелями гестовместимости. Говорил, что через Адама и Ева могли передаться не больше четырех аллелей, а аллелей там шесть. И как это может быть? И это была оживленнейшая дискуссия, там один батюшка просто такие вещи говорил, что надо было записывать, потому что запомнить это совершенно невозможно. Но, в общем, все очень были счастливы и сказали, что я спасусь, если покаюсь. Вот. Значит, да, так, да, так, значит, и в этой статье в Science, в этой статье в Science, значит, говорится, что полиморфизмов общих между человеком и шимпанзо много. Я в это не верю, я думаю, что это выронирует. И удивительным образом это не простаивает числительные задачи. Ну, надо, чтобы еще там тысячу шимпанзо инсиквенировали, прежде чем мы их не уничтожили окончательно, и тогда, значит, с этим будет некая ясность. По-моему, все устали, и я предлагаю поступить следующим образом. Значит, завтра я начну с рассказа про модель, здесь она есть, если нету, ни хрена здесь совсем, здесь ее совсем нету, да. Значит, я завтра все-таки начну с рассказа про модель отбора на диплоидной фазе, и тут кто-то мудро сказал, что там два параметра, и в пространстве этих двух параметров, ну, я, наверное, все выкладки опущу, там выкладки абсолютно арифметические, там надо брать большие красивые производные, поскольку модель одномерная, эта устойчивость определяется не собственными числами, а просто, так сказать, тупо производные. Эти производные надо брать. Наверное, я их брать не буду, и вы мне скажете, какие они там есть, а кто, значит, въедет ли вы, и потом их возьмет. Но, тем не менее, полный качественный анализ модели отбора на диплоидной фазе для двух локусов сделаю. Потом я расскажу теорию Левонтина Гинбурга-Тулджа Порхора, который, каковая теория эту науку похоронила. Потом я расскажу, чтобы вам было страшно и противно, про уравнение Левонтина Кожима и про результаты Хестингса. И это все будет описание ядовитого цветка под названием балансирующий отбор. Потом вы все это забудете начисто и никогда помнить не будете. После этого мы разберем слабый отбор, а именно уравнение с нулевым потоком вероятности для прямого уравнения Калмагорова. В отличие от этих ядовитых красивых напротивных цветков, уравнение Калмагорова – это классика, которая действительно описывает реальность. Потом мы поговорим еще, уже на качественном уровне, потому что на количественном уровне никакого времени у нас не будет, мы поговорим про эффект Маруя Масиняева, красивейшая наука, про эффект Эрвокера и про эффект Лиакаша. Три вещи, которые мне представляются наиболее важными в контексте слабого отбора. Потом мы переключимся на обратную задачу. Видимо, только мне останется похрекать, потому что времени уже совсем не будет, и я расскажу метод Макдональда Крайтона. Это некий минимум-миниморум, нельзя не рассказать, метод Макдональда Крайтона. Вот. И после этого теория закончится, и если хоть какое-нибудь останется время, мы поговорим о том, что же происходит в реальном мире. Но я исхожу из того, что прочитать статьи про реальный мир самостоятельно проще, чем разбираться в этой теории. Поэтому я, так сказать, напираю на теорию. Но потом еще кто-то спросил математики, но вот я стараюсь. Хорошо? Все тогда на сегодня.